все-таки skoda все продумано так и так всем привет добро пожаловать на тест-драйв автомобиля skoda kodiaq rs 2019 года выпуска с небольшим пробегом максимальной комплектации друзья я рад что могу рассказать вам про этот автомобиль потому что достаточно редкая машина я думаю любой вагодрочер слышь ваголюб вагодрочер я не знаю потому что некоторые некоторых называешь вагодрочер у меня обижаются ну ваголюбы или любителей автомобилей ваг слышали про этот автомобиль но они достаточно редкие у нас в России потому что в принципе они стоят вот если посмотреть авито то там был один вариант я не знаю что с ним может быть какая цена за мануха за 3.8 остальные стоят 4 плюс и там выше ссылочку на авито оставлю в описании посмотрите значит сегодня я расскажу вам про этот автомобиль про концепцию салон прокатимся и сделаем выводы но вообще в основном сам по себе автомобиль вот визуально если посмотреть от обычного kodiaq он отличается чем он отличается тем что у него оригинальные колеса у него электроуправляемые амортизаторы у него другой обвес вот это видите губу да например порог это уже доп сам владелец поставил задняя небольшая крышка выхлоп но смотрится он очень круто друзья но согласитесь да спереди сзади прям супер красота да то есть вот эти значки выхлоп колеса посадка кстати он не ниже чем обычный просто здесь а как я уже сказал есть электроуправляемые амортизаторы ну цвет черный к лицу этому автомобилю смотрится прекрасно классно и не знаю мне очень нравится эта машина и самое интересное что заметьте вот эти вот эти вещи некоторые они сами затемненные и вот эти вот элементы света их немножечко не видно в целом все очень симпатично и круто давайте посмотрим что у нас под капотом и так под капотом у нас четырехцилиндровый турбодизель мощностью 240 лошадей две турбины побольше и поменьше то есть битурбо ну тележка сама себе достаточно простая у нас мотор поперек соответственно по полному приводу у нас халдок с последнего покорения плюс естественно деку 500 тимиступенчатый мокрый робот все достаточно просто все достаточно надежно и самое эффективное что есть у дизельных поперечных вагов то есть плюс у нас электроуправляемые амортизаторы то есть мы можем регулировать жесткость и у нас получается в принципе достаточно интересный автомобиль то есть автомобиль мечта любого вагодрочера который вы знаете такой просчетливый он знает все скидки кэшбэки все как там сберспасибо какие-то там скидки как все вот знает и если вот и поверьте вот такие люди мечтают о таком-то о таком автомобиле пуш то это не просто кодиак это кодиак рс то есть он по вину идет как рс он достаточно такой ну для шкоды это считается топовым кодиаком плюс у нас 240 сил плюс у нас маленький расход плюс у нас маленький налог плюс у нас все очень надежно то есть никаких там сухих сцеплений деку 200 каких-то все очень круто плюс надежный халдекс ну что может быть лучше сам по себе кодиак достаточно интересный кроссовер один из самых таких сильных в классе потому что сочетание цены и опции размера да то есть это очень интересная машина багажник сидений плюс вот это вот еще такая экономика во всем правильно так что давайте теперь посмотрим салон итак друзья значит по салону в принципе можно сказать что это такой же естественно кодиак принципе не думаешь он чем-то отличается здесь есть вставки из карбона есть такие интересные ковши профилированные с электроприводом причем руль у нас регулируется по высоте по углу наклона так дальше что у нас панорама черный потолок жаль конечно что это не алькантара в остальном все прекрасно просто смотрится классно тонировка по госту естественно вот видите полоска здесь такая вот это прям все как по госту ну мне очень нравится сидение то есть если вы друзья будете свою шкоду дорабатывать или свой вак или еще что-то обратите внимание на ковшик и диак рс потому что это электропривод это прям правильная посадка чем-то даже они на год от gtr похоже напоминает по профилю но они как-то покомфортнее они помягче но вот явно видно вот это вот боковая поддержка поэтому все круто по мультимедии у нас apple carplay android auto все можем подключать по камерам заднего вида здесь у нас только камера заднего вида 360 здесь у нас нет насколько я понимаю в остальном стандартное меню skoda все прекрасно знают видели ну для тех кто не знает давайте вам покажу быстренько на volkswagen их некоторые такие же похожие прям есть вещи естественно базовая навигация если вдруг у вас нет android или iphone а подключить мы можем телефон в любой момент то есть bluetooth аукс флешки можно музыку откуда угодно слушать значит естественно настройки автомобиля отключения системы стабилизации есть да а у меня почему туда не выходит а да 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 друзья чуть я лоханулся здесь 360 камера есть да то есть я вот смотрю на это вот на это не обратил внимание дать камеры 360 все хорошо но видите здесь только это так естественно без вопрос настройки можем найти зайти посмотреть экран обмен данными все это нормально носители skoda connect навигация движения посмотрим что у нас движение есть а это навигация у нас автомобиль так состояние настройки автомобиля здесь мы можем отключать включать систему например стабилизации посмотреть как она работает посмотреть давление шинах регулировать ассистенты парку ассистенты водителя включать выключать парктрольники как у нас в общем базовые ваговские настройки друзья то есть тут вариантов никаких нет климат-контроль двойной автоматическая парковка есть то есть машина сама может парковаться если вы зададите и направление без вас то есть вы просто вперед даете она говорит назад она сама делается в общем но на самом деле я вот у меня есть несколько автомобилей с такой функции но я редко пользуюсь потому что быстрее самому припарковаться но для тех у кого проблемы там с парковкой это иногда бывает полезными авто свет все хорошо классно по приборам здесь все достаточно понятно ясно сбоку у нас температура тут тахометр тут спидометр здесь уровень топливного бака соответственно пробег у нас на момент теста 69 тысяч пятьсот тринадцать километров то есть это такое начало жизни так скажем для вага в остальном уже оформление салона это уже конечно на вкус владельца что и чехол вот на вот этот вот руль я бы конечно чуть по-другому все сделал но как бы хозяин барин как говорится опять же регистратор здесь все все что нужно для жизни и дефлекторы вот эти вот иногда говорят спасают вот те кто не любит климат кондиционер едешь но я бы наверно вот эти вот дефлекторы не стал соответственно и чехол бы на руль но как говорится к сожалению этот автомобиль не мой подогрев лобового стекла у нас отсутствует в общем давайте сядем назад так друзья обратите внимание все таки skoda все продумано умно даже зонты базового есть фирменные все skoda классно то есть вот сегодня у нас дождь как раз думаю они пригодятся из полного фарша я просто доводчики добавил в остальном вообще класс друзья а для тех кто хочет построить дом не нужны вот эти машины хочет инвестировать куда-то просто сейчас машину на китайца 400 плюс там до 10 стоит на зачем я считаю что друзья надо строить дома свое жилье свое гнездо это же так прекрасно ездить можно на чем угодно а вот самое главное куда ты приедешь а не на чем ты приедешь тут самое главное поэтому друзья для тех кто хочет построить дом купить готовый проект или еще что-то я всем рекомендую посетить мероприятие которое правит вал туфи его малоэтажная страна 15 16 июня то есть там будет очень круто рекомендую сходить если хотя бы посмотреть прицениться или уже там заключить какой-нибудь договор или что-то купить то есть это как автосалон только среди домов это самая большая выставка в россии загородных домов на новой выставке представлено 12 разных новых технологий строительства и 30 современных домов и малых форм проведите выходные с максимальной пользой приезжайте на открытие выставки для детей с семьей с детьми будет детская зона и разные активности с аниматорами как добраться очень просто вбивайте яндекс навигаторе малоэтажная страна у туфи и он приводит вас прямо на выставку поэтому проведите выходные с пользой всей семьей посмотреть дома помечтаете поставьте цель будет очень хорошо все подробности по ссылочке в описании так друзья значит сзади вот 70 тысяч и вот ручки чувствуется вот так же уже скрипят и знаешь чем это связано я заменю закрываю тут такой хруст пластиковый все-таки мне кажется нужно чуть проклеить дополнительно шумкой значит сзади у нас тоже аликантарова такие под карбон вставки тоже шильдики rs все очень хорошо значит панорама у нас делает вместо сзади еще больше то есть вот ну классно все-таки черный верх панорама она добавляет роскоши вот в любую тачку прям классно даже если вот взять вес то черные верха панорама прям будет кайф значит сзади вопросов нет никаких сижу свободный мой рост метр девяносто три климат-контроль задней дефлекторы все что нужно для комфортно получается у нас тройной климат-контроль подстаканник подлокотник здесь у нас естественно но владельцы skoda ну так 220 розетка прикуриватель здесь еще отдельно есть плюс еще и избе зарядка то есть полный комплект вот заряжает все что угодно но это как бы skoda продумывает они все что угодно плюс у нас еще угол наклона спинки регулируется то есть чуть вот так чуть так зависимости от того сколько вам надо багажника и естественно это skoda и сиденье еще отдельно двигаются понимаете да то есть у нас кодиак вообще доступен в трех рядовом исполнении здесь у нас два ряда давайте посмотрим багажник вот базовый ключ он достаточно простой как вы видите закрыть открыть багажник закрыть и соответственно есть еще дополнительно автозапуск владелец установил как как говорится что понятно что у нас максимальная комплектация опять же все есть электропривод но тут мы можем отсюда складывать сиденья как вы видите вот эти вот хоп прям сразу складываются да то есть вот почти в ровный пол все у нас получается место третьего ряда то есть грубо говоря если у машины три ряда здесь у нас вот это вот сиди по третье место если вы складывается третий ряд вот они вот только спинки стоят в эту часть у вас багажника принципе всегда доступна для всего здесь у нас аккумулятор базовый спасибо что я не знал так дальше вот этот коврик если убрать то есть но эту полку теоретически нет ниже не сделаешь нет ниже не сделаешь а здесь у нас вот ее можно сделать ниже как вы видите да то есть ее убрать у вас еще место будет такая ниша также здесь установлен сабвуфер вот так если мы откроем здесь у нас еще дополнительно сетку установлена здесь не запаска есть базовый сабвуфер ну и вот компрессор но в общем все чтоб колесо починить поэтому значит музыка здесь называется гантон кантон кантон кентон но некоторые прочитают там знаешь когда у нас любят вот эти слова искажать друзья если вот любите так английский язык тогда вместо бмв говорите бмв вместо subaru subaru а вместо camry camry тогда вот так вот так правильно значит здесь также конечно всякие крючочки всякие 2 двигать можно туда-сюда их вот ведь вот эти вот вещи полочка опять же розетка 12 вольтовая вот тут кармашки небольшие все что вот вот все вот шкодоводы как будто вот они любят природу куда-то поехать вот электро холодильники вот это вы знаете да фонарики вытаскиваются как бы они используются как ну что-то там подсветить там вот это сюда туда-сюда ну круто короче просто в общем это вот как бы такая вот вещь они аккумуляторные то есть вот кодиаку вообще нет вопросов по вместимости по объему по колесной базе да то есть и плюс у нас еще спортивная версия rs ну это один из самых лучших кроссоверов с поперечным расположением двигателя друзья то есть прям тут у него я считаю что вот ну так скажем базовый кодиак смотрится ну так ну как бы их не хватает ему вот этого а это просто вот классно роскошно так да что давайте прокатимся друзья здесь такой странный звук здесь для того чтобы тебя лучше слышали включена эхо что все слышали и вот у меня ощущение что я как банки говорю сейчас вот прям вот ты говоришь тихо а слышно на весь салон то есть твой звук грубо через вот этот микрофон дублирует задние динамики значит смотрите пока вот я сидел зашел в настройки то есть рулевое демпфирование можно регулировать это индивидуально рулевое управление адаптивный круиз-контроль значит климатизацию привод обычный вот вариантов например можно эко спорт ну собственно а его так скажем это говорит настройка его подключение насколько он эффективно и дерзко подключается вот климатизация двигателя звук двигателя давайте попробуем включим спорт вот слышите да у нас узнал что такое то говорим ощущение что ты новый 8 но мы постараемся сейчас привод сделать обычный то есть рулевое управление сделать по ворон обычная ну то есть комфортная по-другому регулировка демпфирования я думаю что мы тоже сделаем спорт в обычный в комфорт и посмотрим ее сначала при базовых настройках так друзья смотрите по городу расход у нас 8 и 7 литров то есть это плюс мы еще едем секунд 6 плюс минус машины дополнительно не шумоизолирована но здесь стоит очень хорошая мишлен суп спорт садишься вот после китайца суда да друзья и прям вот ты чувствуешь нормальный автомобиль ты можешь спокойно разговаривать не слышно шума асфальта несмотря на то что здесь у нас окна одинарная во первых тихая резина во вторых сама по себе машина тихая плюс аэродинамически она продумана и самое интересное что двигатель слышно только на холостых здесь то есть ты вот едешь и когда вот ты например ускоряешь да на холостых его слышно но вот сейчас у нас плюс нас спортивный звук смотрится просто божественно а есть ты думаешь сейчас такой сижу думаю как у него как а подожди можно выключить вообще так друзья мы медиа выключили просто долго копаться в настройках чтобы выключить поэтому очень едем по-другому останавливаемся у нас впереди красный свет но несколько раз я уже ездил на кодиаках на разных конфигурациях было у нас на деку 381 2 литра 220 сил но вот этот вот именно rs это конечно вот было интересно посмотреть мы про этот мотор про дизель с двумя трубинами если вы помните снимали видео про посад правда это был зимой там мы его доработали онлайн то есть мы взяли по моему там 240 было доработали прошили прям видео замерили до и после на секунду машина быстрее поехал я помню но вот времена не помню вот видео ссылочку в описании это видео я оставлю потому что при доработке вот это двигатель стейч 1 313 сил по моему появляется поэтому машина немножечко здесь так скажем до налоговой она задушит плюс 2 турбины это на самом деле потенциал здесь достаточно большой у этого мотора такая динамика и с таким расходом я думаю что оптимальное сочетание плюс у нас семиступенчатая коробка куда-то по трассе мотаться там на дальнее расстояние я думаю что машина будет ехать ехать очень достаточно быстро и экономно машина просто вот мне нравится посадка габариты все по-немецки продумано зеркала так ну опять же подвеска у нас в меру мягкая то есть она не зубодробильная не зажата что у нас амортизаторы сейчас так скажем в комфортном режиме и опять же даже если сравнивать другими кроссоверами вот мы едем на кодиаке несмотря что здесь там 20 колеса профиль достаточно низкий для кроссоверов как в этой конфигурации но машина очень мягкая то есть у нее же колесная база больше чем у тигуана и даже больше чем у тигуана успеть поэтому то она вот прямо очень мягкой комфортно породистый едет несмотря на то что она все-таки относится к среднеразмерным кроссоверу поэтому сочетание с там с большой колесной базой у нас достаточно четко управляемость то есть при перестроении у нас нет никаких вопросов и плюс сохраняется комфорт комфортно сохраняется естественном режиме комфорт если в спорт привести самым сами понимаете что все у нас приходит спорт и рулевые настройки и управление смотрят проверим так вот попробуем спорт перевести то есть у нас зажимается все опять это эхо сейчас попробуем до 100 разогнаться посмотреть на что она покажет ну на самом деле если смотреть характеристики там не супер быстро секунд шесть по моему она и должна ехать шесть с половиной и так друзья пробуем спорт режиме базовых настройках оу нормально 7.6 почему-то не активировался лаунч хотя стабилизация была отключена но считаете что 7.6 без лаунч то есть я считаю что это нормально для двухлитрового дизеля по моему вот стейдж один когда мы шили именно посад кто он разгонялся на секунду быстрее точно я помню времени помню так друзья сейчас обратить внимание на прибора сейчас вы видите разгон автомобиля до 100 очень достойный набор но после стал уже интенсивность так немножечко становится поменьше то есть понятно что это не в 6 это 4 цилиндра но две трубины то есть побольше и поменьше то есть у нас такой создается эффект крупнообъемного атмосферного мотора то есть чтобы тяга была там максимально эффективно пробуем еще раз просто легкое ускорение без каких-нибудь либо там ну и тихая машина прям приятно ехать на вот я бы вот шумку можно сделать небольшую но чтоб типа качество звука улучшить потому что все равно когда шумку делаешь чуть это и доводчики вперед ну это ну типа вот мои вот эти вот какие-то итак друзья какой можно сделать вывод я считаю что это идеальный поперечный кроссовер для вага на каждый день вот если у вас есть какая-то машина для души вот такая тачка должна быть на каждый день она и достаточно быстрая экономичная вместительная продуманная то есть даже обратите внимание вот здесь по поводу продуманности ты открываешь дверь и сразу у тебя выходит вот такая защита чтобы не повредили на парковке или не задели какую-то там другую машину если задели чтобы проблем не было это очень крутая вещь я впервые вижу вот такое только на шкодах видел это очень круто зонты в общем брозетки три ряда сидений классный климат тормоза управляемость разгону просто эта машина друзья идеал поэтому если вы ищете этот автомобиль пожалуйста на авито подборку я скину в описании классно быстро стильно и плюс вы будете на фоне обычных ходяков выделяться плюс у вас rs ну не знаю друзья я считаю что это идеальный автомобиль спасибо вам большое за внимание ставьте лайки и до встречи а